Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре инвалидам, имеющим первую, вторую и третью степень ограничения к передвижению, предоставят единовременную выплату на ремонт жилого помещения, куда обращаться с заявлением. Владимир Путин оценил ситуацию в Самарской области как хорошую. Во вторник, 18 октября, президент России провел встречу с губернатором 63-го региона Дмитрием Мазаровым. Обсуждали вопросы социально-экономического развития области, реализации НАСПроектов и государственных программ поддержки армии. Самарская область, благодаря поддержке главы государства и активной позиции руководителя региона, по многим показателям является лидером среди субъектов страны. На встрече Дмитрий Азаров доложил, что экономика адаптировалась к влиянию санкций. В инвестиционном рейтинге регион поднялся с 65-го места, которое занимало в 2017 году до первой десятки. Отдельное внимание было уделено оказанию помощи жителям Донбасса и поддержке российской армии. Президент особо отметил значение проекта «Жены героев», который зародился на Самарской земле благодаря инициативе главы женсовета 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии Екатерине Колотовкиной. Напомним, в регионе ведется комплексная работа по поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В частности, по поручению губернатора Самарской области, первой в стране начала работу по созданию паспорта семьи военнослужащего, в рамках которого родным и близким защитников оказывается поддержка по самым разным направлениям – от социальной и медицинской помощи до трудоустройства и помощи по хозяйству. Сегодня начальник главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу нового начальника управления МВД России по городу Самаре – полковника полиции Дмитрия Урюпина. На представлении присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской думы Алексей Дегтев, прокурор Самары Артем Ерыгин. Подробности далее. Личному составу нового начальника полковника полиции Дмитрия Урюпина представил начальник главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов. Он рассказал, что ранее Урюпин возглавлял отдел полиции Советского района у МВД России по городу Самаре. Я думаю, что Дмитрий Алексеевич, вы все знаете, прошел все ступени. В основном это была криминальная тогда еще милиция, полиция. Прошел целый ряд территориальных органов. И последнее время на протяжении 9 лет работал руководителем Советского. Я хочу действительно пожелать побольше позитива, стечения звезд, чтобы у вас сложилось. Потому что первое время не так все будет просто. В мероприятии также приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской думы Алексей Дегтев, прокурор Самары Артем Ерыгин, председатель общественного совета при ОМВД России по Самаре Александр Капункин. Глава города выразила благодарность Игорю Иванову за быстро принятое решение. Игорь Геннадьевич, конечно, прежде всего я бы хотела вас поблагодарить за быстро принятое решение. Потому что город-миллионник, без начальника управления, ну, наверное, несколько неуверенно себя чувствует. Дмитрию Алексеевичу, конечно, хочу пожелать уверенной службы. Мы рядом, я готова с вами знанием поделиться, безусловно. Ну и, конечно, уверена, что совместная работа будет продуктивной и во благо наших с вами жителей. Дмитрий Урюпин родился в 1975 году в Куйбышеве. В 2004 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция. С 2005 года проходил службу на руководящих должностях оперативных подразделений Управления МВД России по Самаре. Награжден медалями МВД России за отличия в службе третьей и второй степени. Виктория Шарая, События. С приходом второй половины осени службы города переходят на режим особого содержания уличной дорожной сети. Частые дожди и листопад влияют на состояние проезжей части. Повышенное внимание специалисты уделяют дорогам, которые отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробнее о сезонном содержании таких городских участков узнал Михаил Ермоленко. Осенняя пора не только отчаяния очарования, но и время, когда службы города работают нон-стоп в усиленном режиме. Внимание уделяют всей Самаре, в частности, дорогам. Рабочие бригады муниципального предприятия благоустройства продолжают приводить в порядок самые разные городские маршруты, в том числе участки, отремонтированные на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам специалистов, своевременная и качественная уборка позволит сохранить благоустроенный облик, а также увеличить срок службы обновленного полотна. «Работы ведутся круглосуточно. В основном это уборка листвы, чистим тротуары, чистим приладковую часть дорожного полотна, готовимся интенсивно к зиме. Как и в любом доме, а город – это наш дом, ежедневное поддержание порядка приводит к сохранности того, что мы имеем». Один из обновленных по НАСПроекту объектов – улица Советской Армии, в границах промышленности и Антонова-Овсеенко. Эту важную и популярную дорожную артерию в этом году отремонтировали сразу на двух участках. На средства нацпроекта преобразились 50 тысяч квадратных метров дороги. Для решения сезонных задач в городе ежедневно трудится больше 270 работников и порядка 70 единиц техники. Особое внимание уделяют приладковой части, где расположены решетки ливневой канализации. «Необходимо своевременно выполнять работы как по убору бытового мусора, который появляется, так и по уборке листвы для того, чтобы обеспечить возможность нормативного оттока ливневых каталых вод по покрытию в льневые колодцы для приема сточных вод». Важность сезонной уборки отмечают и сами самарцы. «Я считаю, что очень важно, потому что как минимум пешеходам, детям, просто обычным горожанам, чтобы спокойно было передвигаться, даже для водителей – это тоже очень важно». В дальнейшем, после наступления холодов и традиционного осмотра техники, подготовленной к работе по зимнему регламенту, работники служб благоустройства акцентируют внимание на расчистке и вывозе снега, а также противогололедной обработке. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В промышленном районе Самары продолжается строительство детского сада на 240 мест. На площадке уже смонтирована цокольная часть и ведется монтаж колонн. Подрядчики приступили к гидроизоляции фундамента. Ход работ сегодня проинспектировал первый заместитель главы городского округа Самара Максим Харитонов. Когда новый детский сад откроет свои двери для малышей, расскажет Ольга Павлова. Самый сложный этап строительства работы по устройству несущих конструкций цокольного этажа практически преодолен. Рабочие залили плиты перекрытия первого этажа и приступили к гидроизоляции фундамента. До декабря этого года здесь должны возвести каркас и запустить отопление при помощи модульной котельной, для того, чтобы в зимний период строительство продолжалось. За счет того, что мы зимой будем полностью полноценно трудиться, мы планируем сократить срок выполнения работы с контрактного до 1 сентября. Было отставание, но мы отставание сократили и, соответственно, выходим на опережение графика. По действующему контракту завершить работу по строительству должны были в ноябре будущего года. Но за счет того, что детский сад возводит с опережением графика, сдать объект в эксплуатацию планируют уже 1 сентября 2023-го. По проекту дошкольные учреждения рассчитано на 240 мест, включая Ясельный и находится в границах улиц Воронежская, проспект Кирова и Старозагора. А это как раз тот густонаселенный район, где существует острая нехватка мест в дошкольные группы. Детский сад строят примерно по такому же проекту, по которому возводили дошкольные учреждения на Ташкентской. Проект выбран цеповой, но он доработан с учетом нынешнего законодательства и действующих реалий. То есть мы учли все пожелания заведующих из тех садов, они будут применены на этом детском саде. Детский сад также будет оснащен всем новейшим оборудованием, полный комплект. Место строительства было согласовано с жителями ближайших домов. Ранее на этой площадке находились незаконно установленные постройки и гаражи. Открытие дошкольного учреждения самарцы ждут с нетерпением, ведь появятся не только дополнительные места для малышей, но и квалифицированные педагоги, которые помогут детям в социализации. Надо, чтобы они воспитывались в нормальных, хороших условиях. Поэтому как же без квалифицированных воспитателей обойтись? Никак. Надо, чтобы у нас было культурное и развитое население. В настоящее время на объекте трудится порядка 30 человек. В зимний период специалисты проведут работы по устройству ограждающих конструкций и смонтируют внутренние сети отопления. Набор в детский сад будет объявлен после сдачи дошкольного учреждения в эксплуатацию. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События. У каждого жителя Самары есть возможность поучаствовать в принятии решений, связанных с благоустройством городской среды. Жители Красноглинского района Самары приняли участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Какие ремонтные работы провели в одном из дворов Красноглинского района, расскажет Александр Гусева. Новые лавочки, кустарники, аккуратные тротуары, отремонтированные внутриквартальные проезды. Именно так теперь выглядит один из дворов Красноглинского района. Татьяна Фурсова рассказывает, двор возле ее дома давно нуждался в уходе. Местные жители уже давно начали задумываться о том, как осуществить ремонт дворового пространства. Было принято решение о подаче заявки для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». У нас вообще много всего изменилось. У нас стали красивые дорожки, насаждения. У нас детская современная площадка на новом, по хорошему покрытии. А 30 лет с момента сдачи дома у нас здесь не было фактически ничего. Старые мафы, старые качели. Здесь были просто тропинки, не было асфальта. Поэтому у нас очень кардинально все изменилось. К благоустройству двора на Красноглинском шоссе 1-23 удалось подойти к комплексу. По нацпроекту проведены работы по асфальтированию подъездных путей, парковочных карманов и тротуарных дорожек. А в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» установлена детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Также установлены скамейки, урны и ограждения. Жители не останавливаются на достигнутом и в будущем планируют подать заявку для возможности обустройства еще двух площадок – спортивный и для детей старшего возраста. В 2022 году в рамках программы «Комфортная городская среда» было выполнено благоустройство шести дворовых территорий. В поселке Мегзавод три территории. Это второй квартал, дома 44, 45, 46. Пятый квартал, дом 5. И квартал 16, дом 4. Также поселок Управленческий, Парижскому на 30. И вот сейчас здесь на Красноглинском шоссе 1-23. На всех территориях были проведены работы по ремонту дворовых проездов. На общем собрании жителей можно принять решение и дополнительно организовать детскую или спортивную площадку, новую автомобильную парковку. Александра Гусева, Сергей Баскин. События. Российский инвестор получил разрешение президента на покупку Самарского завода «Электрощит». Соответствующее распоряжение Владимира Путина опубликовали в понедельник. Приобретателем предприятия, которым сейчас владеет французская компания «Шнайдер Электрик», выступит АО «Акрон Индустрия». В тексте документа разрешается совершение сделки по приобретению 22,5 миллионов обыкновенных акций непубличного акционерного общества «Сэш Холдинг», который управляет заводом «Электрощит». В региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог поздравили ветеранов отрасли и подрядных организаций с профессиональным праздником «Днем работников дорожного хозяйства». Перед вручением грамот и благодарностей руководитель ведомства Иван Пивкин подвел итоги строительства дорог и мостов в Самарском регионе за последние пять лет. Сергей Хрепунов трудится в дорожной отрасли более 40 лет. Несмотря на возраст, уходить из профессии не собирается. Говорит, в последние годы работать стало легче. Я думаю, что в сегодняшние времена, это уже, наверное, в течение как 5-5 лет, я считаю, что наоборот облегчение. Да. Во-первых, очень много вливается средств в дорожное строительство. Мы имеем возможность обновиться. У нас хорошая у всех техника у дорожников. Вообще качество сейчас очень хорошо поднялось на высоту. Применение современных материалов и технологий – одно из главных требований при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В 2022 году во всех районах региональной столицы только по нацпроекту обновили 38 объектов. Их совокупная протяженность составляет порядка 57,5 километров. В том числе комплексно отремонтировали Волжский проспект, привели в порядок улицы Гагарина, Советской армии, физкультурную, магистральную, Ивана Булкина, товарную, Сергея Лазос, с прилегающими участками. На ряде улиц, например, Алматинской и Авроры, ремонтные работы на средства нацпроекта продолжатся и в следующем году. Всего за пятилетку на территории Самары по нацпроекту отремонтировано почти 278 километров уличной дорожной сети. На собрании были подведены итоги строительства дорог и мостов в целом по Самарской области за пять лет. Хочу отметить, что за последние годы в Самарской области сделано очень многое. За последние пять лет мы построили, реконструировали, отремонтировали, перевели в нормативное состояние около двух с половиной тысяч километров дорог. Только в рамках подготовки к чемпионатам мира по футболу в областном центре реконструировали Московское шоссе, построили дороги, прилегающие к стадиону. Реконструировали автодорогу Волжский аэропорт Курумыч, улицу Ташкентскую от проспекта Карла Маркса до улицы Димитрова. В 2022 году обновлено более 600 километров дорог. Кроме того, на год раньше на средства нацпроекта возведена двухуровневая развязка на пересечении улиц Новосадовой и Советской армии. Рабочее движение по ней запустили 14 октября. Ветеранов от руководителей подрядных организаций и сотрудников, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сегодня поздравил с профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства, который отмечается каждое третье воскресенье октября. Наша работа требует огромного профессионализма, мастерства, выносливости и оптимизма. Сегодня мы решаем задачи, поставленные президентом страны и главой региона. Во многом благодаря нашим знаниям, опыту и традициям, которые вы передали нам, о чем сейчас я уже, коллеги, подчеркнул. Примите наши искренние пожелания, здоровья, процветания и благополучия. В завершение официальной части собрания лучшим работникам отрасли вручили благодарности и почетные грамоты, а также альбомы. 80-летию дорожных служб Самарской области посвящается подкрасочной обложкой фотографии дорог и мостов региона. Светлана Тимофеева, Константин Головин, События. Принцесса, идеальная женщина, самая красивая, любимая, гордость и счастье. По утверждению психологов, именно так воспринимают девочек, их настоящие отцы, и на протяжении всей жизни чувствуют за них ответственность, проявляя безусловную любовь. Ежегодно в середине октября в России отмечают День Отца. Официальный статус праздник получил в прошлом году указом президента Владимира Путина. О том, каким должен быть настоящий папа и какую роль он играет в жизни каждого из нас в нашем сюжете. Прилежная ученица, спортсменка, красавица и просто хороший человек. Евгений Генералов так влюблен в свою дочку, что старается лишний раз Алину даже не наказывать. Особо и не за что отмечает заботливый отец. Дочку-подростку он воспитывает один и считает, что быть отцом – это серьезная ответственность. Самое главное – уделять ребенку максимум внимания, особенно если это девочка. Естественно, мы постоянно проводим время вместе, все выходные, вечера, делаем уроки, гуляем. Когда время есть, выходим в парк, катаемся в велосипедах, занимаемся каким-то таким пассивным спортом. В будни как можно больше гуляет по городу, а в выходные Алина вместе с папой уезжают на дачу. Там у них свое хозяйство – кролики и перепелки. Каждого нужно накормить, почистить им клетки и сделать уборку в вольерах. К труду, как будущую хозяйку, папа приучал дочку с раннего детства. Но и кроме того, совместное быт и время, проведенное вместе, позволяют быстрее достичь понимания, уверен Евгений. За городом Алина выросла и не хуже любого взрослого знает, какие нужно собирать грибы и как отличить полезные лесные ягоды от тех, которые собирать не стоит. Здесь же научилась кататься на лыжах, коньках и любимом велосипеде. Конечно, не без помощи и поддержки отца. Когда проводили время на даче летом, то иногда поддерживали друзья. А так, в основном, папа с братом. День отца указом президента Владимира Путина ежегодно отмечают в России в середине октября. Интересно, что в некоторых регионах этот день уже много лет утвержден законодательно. В числе первопроходцев Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновской области. День, когда дети говорят своим папам «спасибо» для некоторых жителей нашей страны по-настоящему значимый, особенно для девочек. Принцесса – идеальная женщина, самая красивая, любимая, гордость и счастье. По утверждению психологов, именно так воспринимают девочек их настоящие отцы и на протяжении всей жизни чувствуют за них ответственность, проявляя безусловную любовь. Специалисты утверждают, что именно папа лучше других чувствует настроение своих дочерей. С радостью помогут с выбором наряда на свидание или выпускной, а также с порога могут рассказать все о спутнике жизни, которого выбирает любимая дочка. Папа – это первый главный персонаж в образе мужчины для женщины, для девочки. И в дальнейшем ей важен этот опыт, это общение, потому что она будет выбирать себе, своего супруга, и она будет также встречать мужчин в своей жизни, притягивать таких мужчин, как сейчас очень модно говорить, которые будут уважать ее и внимательно к ней относиться. Позитивная программа, заложенная и усвоенная в детстве, продолжают психологи, будет работать на протяжении всей жизни на благо уже взрослой женщины. Такая со стопроцентной уверенностью будет притягивать к себе любящих мужчин, которые станут для нее поддержкой и опорой. Именно для нее кавалеры свернут горы и предпримут попытку достать заветную звезду с неба. И все это благодаря здоровым психоэмоциональным отношениям в детстве с папами. И хотя, по словам специалистов, любовь отца не похожа на любовь матерей, и в ней не так уж много слов, она все равно исключительно, безусловно и бесценна. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. С 3 по 8 ноября жители Самарской области смогут присоединиться к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Она пройдет в канун Дня народного единства в онлайн и оффлайн форматах. Ежегодно участниками акции становятся миллионы жителей России и зарубежных стран. В 2021 году к ней присоединились более 2,5 миллионов человек из всех регионов и 95 стран мира. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция. На тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. В Самарской области в прошлом году более 80 тысяч человек стали участниками «Большого этнографического диктанта». Цель проведения диктанта – привлечение внимания к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. В онлайн-формате акция пройдет в период с 3 по 8 ноября на официальном сайте в каждом субъекте Российской Федерации и зарубежом. Принять участие в офлайн можно 3 ноября в 11 часов на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор и Самарская историческая мечеть. Восемь сильнейших футбольных команд Приволжского федерального округа среди юношей 2006 года рождения выявляли лучшего на поле Самарского металлурга. В финале встретились хозяева – игроки Академии Крылья Советов и их сверстники из Нижнего Новгорода. Кто взял верх в Волжском дерби, расскажем в следующем материале. А далее в полуфинале «Саратовский сокол» футболисты Академии Крыльев Советов 2006 года рождения в главной игре первенства ПФО встречались с пари Нижний Новгород. Финал получился напряженным. После перерыва хозяева забили, а затем сдерживали атаки нижегородцев, которые изо всех сил пытались сравнять счет. И вот финальный свисток. Самарцы торжествуют, они чемпионы окруженных соревнований. Мы всех ребят поздравляем. Это хороший результат. В первую очередь это результат для Академии, для города, для области, для наших воспитанников. То есть, чтобы все ребята стремились к такому результату. Крылья Советов 2006 на домашнем турнире сыграли надежно и дисциплинированно. За пять игр команда не пропустила ни одного гола, при этом сами огорчили своих соперников девять раз. Тренеры и эксперты отмечают, несколько игроков уже готовы к повышению в молодежную команду и в будущем могут стать звездами самарского футбола. Просмотрел я сегодня игру. Есть очень перспективные, классные ребята. И надеюсь, что не только в этом возрасте, а в остальных возрастах есть у нас звездочки, которые, я думаю, при должном отношении к себе, при правильном тренерском подсказе, я думаю, эти ребята должны у нас в молодежке появляться. Став чемпионами Приволжского федерального округа, самарцы получили право сыграть на всероссийском финальном этапе. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» рассказывает в рубрике «Красивая Самара» о скульптурной композиции «Аленький цветочек». Работа скульптора Ивана Мельникова была установлена в городе два года назад в рамках благоустройства сквера Аксаковых на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. В композиции запечатлен эпизод, когда писатель Сергей Аксаков, приехавший в гости к сыну Григорию, смотрит на внучку Ольгу с цветком и вспоминает сказку о «Баленьком цветочке». Семья Аксаковых своей жизнью, творчеством и делами тесно связана с Самарским краем. Более 27 лет жизни видный государственный и общественный деятель, почетный гражданин Самары Григорий Аксаков, провел в Самаре. Место для скульптуры выбрали не случайно, когда-то именно здесь, на этом месте, стоял дом, в котором жила семья Аксаковых. Телеграм-канал администрации Ленинского района Самары информирует, что к ним обратились жители дома по адресу Рабочая, 25, с жалобой на отсутствие тепла. Районные власти организовали выезд на место. На текущий момент неисправность в тепловой камере устранена, отопление подключено. Администрация района обещает и дальше мониторить качество теплоснабжения в доме. В Самаре в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки инвалидам, имеющим первую, вторую и третью степень ограничения к передвижению, предоставляется единовременная выплата на ремонт жилого помещения. Размер выплаты 30 тысяч рублей. Выплаты осуществляются в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Необходима регистрация по месту жительства в Самаре. Список необходимых документов и адреса отделов, куда можно обратиться, публикует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Подробную консультацию о выплате можно также получить по телефону 332-16-36. Скажи свое мнение, мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, как они ухаживают за своими волосами. 34% подписчиков ответили, что покупают домашний уход, 12% делают уходовые процедуры в салоне, 54% ответивших ограничиваются мытьем головы. Желающих воспользоваться народными рецептами не оказалось. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагис, на наших страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин